Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужен совет, как быть с такой подругой. Она обижается, что я отвечаю моему парню на звонки, когда с ней встречаюсь. Сегодня встретились с ней, не запланированно на улице. Мне позвонил мой парень, он сейчас болеет, я поговорил с ним 3 минуты, мне нужно было узнать, как его самочувствие. Подруга развернулась и шла, а мы встретились в спортзале, и она заявила, что ей не нравится, что я с ним общаюсь, когда я с ней встречаюсь, хотя она сама всегда при мне с кем-то может говорить, и мне это не важно. В итоге я сказала, что забыл у нее спросить, когда мне с ним общаться, она психанула, сказала, что я к ней прибегу, когда он меня бросит. Я ответил, что мечта, и она ушла. Потом смотрю, она меня заблокировала, я не знаю, может я не права, она без отношений хочет много моего внимания. Ей 36 лет, она хочет, чтобы она была мне важнее моего мужчины, упрекаясь, что я с ним на выходных постоянно. Что когда она и он были в больнице, я была с ним, а не с ней. Как на такое правильно реагировать? Ну, во-первых, совет, по крайней мере, от меня. Вам получить не получится, потому что я считаю, что психологи советов не дают, мы не можем давать советов. Вот, это, на мой взгляд, неверно, на мой взгляд, неправильно. Вот. То есть, вот. Вам здесь, как мне кажется, нужно больше прислушаться к себе. Как вы сами реагируете на эту ситуацию. вот. Как вы сами реагируете на то, как ведет себя получается ваша подруга. тем более, что мне, например, показалось, что в какой-то степени вы сами понимаете, что то, что происходит, это ненормально. я думаю, что вы чувствуете вину перед подругой. Думаю, что чувствует себя не знаю, может быть должный день, вот. Может быть если у вас такое вот какое-то представление, да, о том, что что-то вы ей должны. и отсюда вполне вероятно у вас наблюдается вот это вот самое чувство вины, которое по сути которое по сути является на мой взгляд производным от подавленной вами злости. Как мне кажется. То есть ваша попруга по вашим ощущениям неоднократно нарушала ваши личные границы. Да? Ну то есть то есть вот то есть вот требуя от вас каких-то действий да? Я требую я не знаю того, чтобы вы были допустим с ней требуя чтобы вы уделяли ей свое внимание вот вы не могли не чувствовать здесь что личные границы нарушаются ей и ею вот но вы себе это подавляли вот ну для того чтобы может быть сохранить все отношения я не знаю может быть для того чтобы ну может быть в какой-то степени да вы боитесь ее потерять вот тут варианты вариантов точнее вариантов может быть довольно много но на мой взгляд это вот один из самых и вот ваши чувства несколько так так скажем несколько подавленные да вот выражаются в виде вины проявляются в виде вины если хотите вот поэтому здесь конечно очень важно вам заметить что вы заметите вот непосредственно свою собственную реакцию на нее действия заметить что например вместо того чтобы обращать внимание на себя и то что бы обращать на вы обращаете внимание на подругу вот действуя вот действуя в какой-то степени действуя в какой-то ущерб действуя в ущерб себе да в ущерб своим интересам и вот именно этот вектор я бы сказал поменять именно именно этот вектор немножечко изменить вот 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 так вот я думаю а может быть может быть вы в какой-то степени и правда опасаетесь как-то боитесь того шапиона вас бросит ваш мужчина и некому будет бежать как вы сами сказали да то есть вполне ну то есть вполне может быть вот какая-то такая неуверенность а вполне может быть какие-то такие вот а сомнения и ну такое вот может быть неприятное чувство да неуверенность в себе и дома вот я считаю а вдруг она правда например вот поэтому тут конечно вот очень очень важно увидеть те основания на которых вы выстраиваете отношения с людьми в частности вот с подругой да то есть это же не случайно она так себя ведет с вами и очевидно что не первый раз а что-то такое происходит очевидно что не впервые с вами вот такая ситуация с поэтому я думаю что тут нужно очень внимательно подходить к вопросу организации вашей социальной жизни вот для того чтобы понимать все тонкости и все нюансы а правильно варианта никакого нет тут тут в принципе ммм моя коллега права вот потому что указывая свой свой вот знает вот на мой взгляд на мой взгляд и то что нужно сделать вам это пожалуй только увидеть его свой отклик как мне кажется что сейчас вы просто не видите этого вот и быть может задача психолога в том и заключается может заключаться чтобы помочь вам увидеть то что вы не видите сейчас ну а почему нет жалко конечно безусловно безусловно жаль что по сути вы теряете свою подругу сейчас безусловно это неприятно вот но возможно приняв в себе домой какие-то вещи да приняв возможно себе самой какие-то аспекты возможно вы получите возможность для себя более полно реагировать на людей на их на них самих и это позволит вам выстраивать более крепкие взаимоотношения с людьми вот кто кто знает кто знает но в любом случае на мой взгляд вам стоило бы как минимум в этом направлении поисследовать 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 вот как раз себя вот а так то что вам неприятно и то что вы за условной агрессией да какой-то вот такой тенденции к вызову пытаетесь ну спрятаться вот это понятно и это нормально но лишь не решает проблем от слова совсем к сожалению на этом все я надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго удачи облачать облачать облачать